Эфир телеканала ОТС продолжает программа экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Сегодня в Берске начали судить бывшего начальника следственного отдела местной полиции Алексея Зорина и двух его коллег борцов с незаконным оборотом наркотиков Богдана Кравчука и Ивана Мощенко. Всех троих обвиняют в мошенничестве, торговле вещдоками и отмывании нелегальных доходов. Фигуранты вину признали и попросили суд рассмотреть дело в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей. Это значит, что подсудимые могут рассчитывать на смягчение наказания. Кстати, потерпевший по делу Алексей Абрамов сегодня появился в зале суда в наручниках, поскольку его подозревают в сбыте наркотиков. Уже завтра мы узнаем итог заседания и подробно расскажем о преступлениях, порочащих честь мундира. Ловкость рук и никакой магии. Возитель такси принял фокусника за демона и решил победить силы тьмы собственными кулаками. Теперь в этой мистической истории разбираются полицейские. Вызвав автомобиль такси в воскресенье вечером, иллюзионист Илья Рагулина не подозревал, он уже попал в историю. Общительный молодой человек возвращался домой из гостей, и хотя путь был недолгим, он вступил с водителем в диалог. На вопрос, кем работает, решил ответить не словом, а делом. Я в этот момент обычно достаю визитку из телефона, фокус даю, и люди обычно «О, ничего, фокус». И в дальнейшем часто становятся клиенты, в будущем могут меня пригласить выступить на мероприятие. Я постоянно делаю этот фокус. А этот таксист, он был какой-то весь такой, ну дерган, не знаю, мне показалось, он под какими-то веществами был, под какой-то наркотой, громко слушал музыку клубную, там говорил, дергался. Подозрительное поведение шофера фокусника не смутило, а зря. Дальше водитель повел себя совсем странно. Со слов Ильи Рагулина, он неожиданно свернул на парковку возле ближайшего ТЦ, остановился и накинулся на своего клиента с кулаками. «Выволок меня из машины, завалил лицом в асфальт, вот в этот, ну и там держал меня, то есть придавливал и орал. Потом охранник, какой-то охранник из торгового центра подошел, и он ему тоже начал говорить, что его надо, он охраннику начал говорить, что меня надо задержать, что он какой-то это, демон или как он меня называл, я не помню». Секьюрити сориентировался только через несколько секунд и скрутил не иллюзиониста, а его обидчика. На крики сбежалась толпа посетителей ТЦ, затем подоспели люди в погонах и перепуганная жена фокусника. Елена вспоминает, на первый взгляд таксист показался ей совершенно обычным парнем, но потом это ощущение исчезло. «На гопника он не похож, здоровый парень, до 30 лет, с бородой, как все сейчас все ходят, но видно, что неадекватный. Я приехала, он был тогда в машине реанимации, у него кровь брали на анализы, на нем ничего нет, естественно, никаких побоев, ничего, просто здоровый парень, что-то орет там, ходит, подходит к каждому полицейскому, ну и знаете, грубо говоря, втирает ему, что-то пытается объяснить». Только когда все немного успокоились, Илье удалось оценить последствия этой странной истории. Он в синяках и ссадинах, дорогой смартфон последней модели стоимостью больше 80 тысяч рублей, разбит и вряд ли подлежит восстановлению. Коронный фокус с мобильником и визиткой теперь не показать. Доставать карточку приходится прямо из воздуха. Заинтересовались загадочными событиями того вечера и полицейские. «В настоящее время по заявлению гражданина проводится проверка, личность водителя установлена. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего действием водителя будет дана правовая оценка с точки зрения законодательства». Известно, что конфликт попал в объективы камер наблюдения. Однако полицейские пока не хотят обнародовать видео. Боятся, что это помешает расследованию. Неизвестна и вторая точка зрения. Таксист, которого фактически обвинили в том, что он работал под кайфом, на связь не вышел. Анна Скок, Артем Валевич, экстренный вызов. И как в продолжении темы фокусов. В Новосибирске и Кемерове одновременно прошла спецоперация по ликвидации группы телефонных мошенников. О нашей части межрегионального мероприятия мы рассказывали в прошлых эфирах программы. Сегодня уже кузбасские коллеги поделились своим видео с задержанием. Аферисты звонили на случайные номера, рассказывали о родственниках, попавших в беду и просили денег, чтобы откупиться от уголовного дела. Обманывали в основном доверчивых пенсионеров. Полицейские выяснили, главную роль в этом спектакле играли новосибирцы. Они находили жертвы в Кузбассе, обрабатывали их по телефону, а курьером-посредником выступал местный кемеровский приятель. Только в этом деле уже десятки эпизодов, а сумма ущерба составила миллион сто тысяч рублей. Но это пока следствие продолжается. Кстати, в родном Новосибирске группа также отметилась, считают сыщики. Также в Кемеровской области будут судить крупного драгдилера, который наладил канал поставки наркотиков из Новосибирска в Прокопьевск. 24-летнего молодого человека задержали с очередной крупной партией так называемой соли. За 10 килограммов синтетики сбытчика могут лишить свободы пожизненно. А мы продолжим смотреть криминальные сводки наших соседей. Территория Сибирь. Далее в программе. Это кадры омского патруля, который весь вечер пытался поймать обнаженного человека. Тот с ловкостью обезьяны уходил от преследования. Полицию вызвали местные жители, которым поведение мужчины показалось не только странным, но и опасным. Тот бросался на прохожих и странно рычал. Порвал на себе всю одежду. На земле пациента уже ждала спецбригада медиков. Сколько кустов? 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. Красноярские полицейские на днях занимались арифметикой и ботаникой. В собственной квартире 60-летний житель создал оранжерею и культивировал коноплю. Во время обыска оперативники насчитали 21 куст. Также изъято и само запрещенное вещество, ради которого агроном и пошел на эксперименты. А это Омск. Инцидент произошел в одном из придорожных кафе. Нетрезвый мужчина стал приставать к достопримечательности общепита медведю Миши. А косолапый, говорят, несмотря на место службы, терпеть не может этиловое амбре. Так вот, зверь откусил руку назойливому посетителю. Пострадавший в больнице о судьбе медведя не сообщается. Двое утонувших мужчин нашли спасателей в Новосибирской области. Тела погибших уже передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств. Известно, что первая трагедия произошла на озере Спартак. Это за микрорайоном Снегири. По некоторым данным, 35-летний мужчина в компании приятелей отдыхал на берегу и в нетрезвом виде решил искупаться. Второй случай произошел на акватории озера Тунгуслы в Кыштовском районе. Погибшему было 28 лет. К другим темам. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту незаконных валютных операций. На скамье подсудимых окажутся 5 человек, которые провернули крупную аферу. По версии следствия, в 2015-2017 годах участники организованной группы в количестве 5 человек совершали незаконные валютные операции и выводили средства за границу через подконтрольных им людей. В банке города аферисты предоставляли документы с недостоверными сведениями о целях и назначениях этих переводов. Всего за пару лет участники группы заработали больше 135 миллионов рублей. Деньги приводились в основном в Китай, Иран, Испанию и Арабские Эмираты. Бизнес процветал, пока в него не вмешались бойцы ФСБ и оперативной таможни. Материалы этого дела на днях поступят в суд. И последнее. Разгневанный ухажер попал в объектив камер слежения, установленных в жилом доме на улице Котовского в Ленинском районе города. Пользователи соцсетей тут же узнали героя и подтвердили, что он отвергнутый Ромео. В 2 часа ночи, находясь в неадекватном состоянии, он устроил погром в подъезде, разбил горшки с цветами, раскидал землю и растения, вырвал светильники и попытался сломать электрощитки. Удивительно, но на шум никто из соседей не вышел, в полицию звонков тоже не поступало. А сегодня утром, по нашей информации, девушка, из-за которой все произошло, сделала в подъезде уборку. Правда в том, что беспорядок делорук ее ухажера Джульетта не призналась. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. А с вами была Мария Никитина. Берегите себя и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры сделал DimaTorzok